В Адыгее возбуждено первое в уголовной практике полиции дело о самовольном подключении к газопроводу. Установлено, что после отключения газа мужчина неоднократно самовольно подключался к сетям. Сотрудниками общества с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегион Газмайкоп» в июле текущего года было отключено газоснабжение указанному гражданину в связи с его самовольным подключением к газовой сети. Ранее данный абонент уже привлекался к административной ответственности по становлениям суда. В октябре было выявлено повторное самовольное подключение, было задокументировано и направлено в МВД Республики Адыгее. Материалы поступили в подразделение дознания отдела МВД России по Тахтамукайскому району для рассмотрения вопроса о принятии процессуального решения. Установлено, что последнюю оплату мужчина произвел несколько лет назад, а после отключения газа самовольно подключался к сетям. Ущерб, причиненный газоснабжающей организацией, составил около 300 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 215 прим. 3 УК РФ. Самовольное подключение к газопроводу, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние. В Адыгее за неделю зарегистрировано 7 фактов дистанционного обмана граждан с суммой ущерба более 1 миллиона 800 тысяч рублей. С заявлением по факту крупного мошенничества в полицию Тахтамукайского района обратилась 33-летняя местная жительница. Женщине на протяжении нескольких часов поступали звонки с шести неизвестных номеров. Изначально аферисты представились сотрудниками банка и предложили ей взять на хороших условиях кредит, на что вскоре она и согласилась. После зачисления денежных средств ей вновь позвонили мошенники, которые уже представились сотрудниками службы безопасности финансового учреждения. Сообщив, что с ее счета якобы пытаются похитить деньги, они убедили потерпевшую незамедлительно перечислить средства на безопасный счет. Растерявшись и поверив собеседникам на слово, женщина направилась к одному из банкоматов и перевела аферистам 1 миллион 100 тысяч рублей. Кроме этого, в Адыгее продолжают иметь место факты обмана с использованием сети интернет. Не следует терять бдительность при общении с лицами, выдающими себя как за продавцов, так и покупателей, размещенных в объявлениях товаров. По этой схеме более 133 тысяч рублей лишились трое жителей Майкопа в возрасте от 33 до 59 лет. Они пытались приобрести товары по заманчивой цене. МВД по республике Адыгея в очередной раз призывает к бдительности. Запомните, мошенники в первую очередь стараются создать критичную ситуацию, которая позволит им манипулировать действиями других граждан. Полицейские напоминают о правах граждан, ставших жертвами преступления или правонарушения. Если вы считаете, что ваши права нарушены, следует как можно быстрее сообщить об этом в полицию. С заявлением или сообщением о преступлении, либо об административном правонарушении, можно обратиться в любое время лично в территориальные органы МВД России, через официальные сайты, а также по телефону. Соответственно, заявление и сообщение может быть изложено как в письменной, так и в устной форме. Напоминаем, что на территории России со всех мобильных телефонов, вне зависимости от того, какому оператору они подключены, в полицию можно позвонить по номеру 102. Сегодня также развиваются специализированные интернет-сервисы, посредством которых можно обратиться с заявлением в полицию. Один из примеров – сайт zabusiness.rf, который работает с ноября 2019 года и представляет собой электронный ресурс для приема обращений предпринимателей в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов. В загородной учебной базе Краснодарского университета МВД России со слушателями провел занятия, временно исполняющий обязанности начальника ООП Республиканского ведомства, подполковник полиции Руслан Пшедоток. Представитель МВД начал разговор с того, что профессия полицейского не только одна из самых важных, ответственных и востребованных, но и опасных. Он подробно рассказал об обязанностях сотрудника ППС, в числе которых обеспечение правопорядка, общение и взаимодействие с гражданами, а также знание нормативных правовых актов. Не остался без внимания и вопрос, касающийся правомерности применения табельного оружия в различных ситуациях, а они у сотрудников ППС возникают порой неожиданно. В завершении Руслан Пшедоток пожелал молодым сотрудникам не останавливаться над достигнутым и стремиться к новым успехам. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Адыгея собраны материалы о дополнительном эпизоде противоправной деятельности одного из руководителей, осуществлявшего работу в сфере оптовой поставки фармацевтической продукции. Установлено, что руководитель коммерческой организации с июня 2019 по февраль 2020 года передала должностному лицу одного из медучреждений Адыгеи взятку в сумме более 1 миллиона 700 тысяч рублей за совершение действий в пользу общества с ограниченной ответственностью. Таким образом, руководитель обеспечила победу коммерческой организации в электронных аукционах, по итогам которых между обществом и медучреждением заключены контракты по поставке медицинской продукции на сумму не менее 16 миллионов рублей. В отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК России, дача взятки должностному лицу, совершенная в особо крупном размере. Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Судом фигурантки избрано меропресечение в виде домашнего ареста. Судом фигурантки избрано меропресечение в виде домашнего ареста.